Добрый день, уважаемые участники нашей встречи! Мы бы получили дополнительно 88 триллионов рублей валового продукта, если учить, что 40% от них это консолидированный бюджет, 35 триллионов легло бы в общую казну, и мы бы не испытывали того тяжелого кризиса, который сегодня лихорадит страну. Но за эти 5 лет темпы упали до минус 3,7, и сегодня они самые низкие из всех ведущих стран мира. То есть цена этих выборов исключительно высока, или дальше будем корчиться в муках кризиса и социальном расколе, когда две трети страны живет на 15 тысяч рублей менее в месяц, или все-таки начнем выбираться. В этой связи я хотел, чтобы все прислушались к посланию президента. Тогда, обращаясь ко всей стране, сказал, надо провести выборы таким образом, чтобы граждане России им доверяли. Для нас это принципиально важно. А чтобы доверяли, нужна программа, команда и полноценный диалог. Наша партия на Орловском экономическом форуме приняла реальную программу. Ее поддержали 600 ведущих трудовых коллективов страны, народный форум всех народов России, который мы провели в Уфе, и съезд депутатов всех уровней, который одобрил эту программу. Мы приглашаем к диалогу с нами, прежде всего партии власти. Мы считаем, что можно принять и бюджет, и программу, программу развития страны, которая избавит нас и от санкций, и от лихорадки кризиса, и от глубокого социального раскола. Но я очень хотел, чтобы Центр избирком учел все глупости и нарушения предыдущего времени. В сентябре избавиться прошлого года от этого не удалось. Еще выборы не начались, уже грязные газеты опубликованы в Москве, Московской области, Нижегородском крае. Это абсолютно ненормально. Даже во времена Ельцина, когда шли выборы, против меня газету, не дай бог, печатали 15-миллионным тиражом Финляндии, но не позволяли это делать в Москве. Сегодня нарушается сплошь законодательство, и подметные газеты заполонили уже ведущие регионы страны. Я считаю, что мы обязаны все сделать, чтобы это воровство не расползлось по всей стране, и чтобы это нам не спортило выборы. Мы готовы к тесному взаимодействию с Центр избиркомом. Надеемся, что новый руководитель проявит волю характер, а по многому это уже видно. Но очень важно, чтобы был полноценный диалог непосредственно в средствах массовой информации. В ходе так называемого «праймерис» преимущество «Единой России» в эфире оказалось в 25 раз выше, чем в нашей партии. Это совершенно недопустимо. Это искажает и картину, и нарушает элементарные правила проведения выборных кампаний. Так подчеркиваю, мы готовы к диалогу, готовы к частным выборам, готовы к соперничеству команд и программ. И предлагаю «Единой России» после проведения съездов организовать первый диалог по проблемам, связанным с выходом страны из кризиса. Для этого у нас есть все необходимое.